Вот так просто и легко готовится блюдо, которым останутся довольны все гости, сколько бы их не пришло в ваш дом. Страшно подумать, что бы мы все делали без мясорубки? Великое изобретение. Спасибо Архимеду. Да-да, именно Архимеду. Как? А вы не знали, что этим изобретением мы обязаны великому мыслителю, математику и конструктору? Ну что ж, может быть и так. Собственно, Архимед изобрел только винт, который является основой этого хитрого кухонного механизма. Кто-то считал, что Архимед – великий ученый, намного опередивший свое время. А кто-то был уверен, что без колдовства он не смог бы создать большинство своих машин. Таким же Архимед был в действительности – служителем науки или гениальным волшебником? Давайте сами попробуем разобраться в этом вопросе. Мясорубка на вашей кухне и дрель в ваших руках, и колодец во дворе – все это появилось благодаря фантазии Архимеда. Точнее, гениальный грех создал основу для всех этих полезных механизмов. Причем в те времена, когда люди еще не знали, что такое физика или механика. И предметы с необычными свойствами считали артефактами, обладающими огромной магической силой. Современники ученого были уверены, что их создание по плечу исключительно богам. Многие современники считали Архимеда великим волшебником, хотя он вел довольно-таки скромный образ жизни. И хоть он жил во времена пунических войн, ему не мешало заниматься своей наукой. Имя Архимеда действительно наводило ужас на римских солдат, как и его военные машины. Но прежде чем Архимед стал главным оружейником владыки Сиракуз, он прославился как гениальный математик и инженер. Еще в юности он совершил путешествие в Египет, где проходил обучение у самых известных александрийских ученых и философов Конона и Эратосфена. Возможно, благодаря им Архимед смог в будущем достичь своей славы. Александрия на тот момент была столицей древнего мира для ученых, оккультистов. В ее библиотеках хранились чертежи и знания, переданные по легендам жителями Атлантиды египтянам. Возможно, именно там брал свои азы Архимед. Возможно, Архимед просто переложил на понятный математический язык знания Атлантов, которые, как известно, получили их от некой внеземной цивилизации. Во всяком случае, он сумел без помощи сложных астрономических приборов рассчитать угловые размеры Солнца, определить размеры Солнечной системы и соотношение орбит ее планет, создал модель небесной сферы и даже посчитал число песчинок во Вселенной. Ученых было много, но лишь один Архимед говорил точно о природе космических тел. Складывалось впечатление, что он видел их собственными глазами. Его знаменитая деревянная лапа, механизм, напоминающий современный портовый кран, с легкостью захватывал, поднимал воздух и переворачивал корабли противника. Причем для работы с ним требовалось всего-то несколько солдат. Катапульты Архимеда сокрушали вражеские войска на огромном расстоянии. Но в настоящий ужас римляне пришли, когда греческий изобретатель использовал против них первое в мире лучевое оружие. Неудивительно, что римский военачальник Марцелл, превыше захвата Сиракуз, ставил пленение Архимеда. Под руководством римлян этот изобретатель создал бы просто ужасающие орудия войны. Но в дело вмешался случай. Когда римские солдаты ворвались в пылающий город, один из них сгоряча проткнул Архимеда боевым дротиком. Последние слова гениального грека были обращены к его убийце. «Не трогай мои чертежи!» Он знал дату своей смерти и просил выбить на его могиле изображение круга в цилиндре. Последователем идей Архимеда был известный на весь мир ученый и изобретатель, художник и скульптор Леонардо да Винчи, которого тоже все называли гениальным. Возможно, высшие покровители Архимеда, посылавшие ему видения, посчитали, что человечество не готово к таким открытиям. И вмешались в судьбу самого ученого и его изобретений. Так что если вас посещают странные видения необычных механизмов или геометрических фигур, не пугайтесь. Возможно, что вы – один из продолжателей дела великих изобретений. И для того, чтобы стать современным Архимедом, вам потребуется немного. Верить в то, что человек способен на многое, если он умеет видеть гениальное, в простых вещах. Верьте в себя! Субтитры сделал DimaTorzok